Стихотворение «Мелколесье, степь и дали» Сергея Есенина. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Колесье, степь и дали, Свет луны во все концы. Вот опять вдруг зарыдали Разливные бубенцы. Неприглядная дорога, Да любимая навек, По которой ездил много Всякий русский человек. Эх вы, сани, что за сани, Звоны мерзлые осин. У меня отец крестьянин, Ну а я крестьянский сын. Наплевать мне на известность И на то, что я поэт. Эту чахленькую местность Не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти березки каждый Ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, Если с венкой в стынь и звень Будет рядом веселиться Юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть отрава, Знать с того под этот вой, Ни одна лихая слава Пропадала отрын травой. Краткий анализ стихотворения «Мелколесие, степь и дали» Сергея Есенина. Произведение было написано в 1925 году, когда поэт посетил родное село Константиново после долгой разлуки. Тема стихотворения «Любовь к родине и природе отчего края». Стихотворение создано в форме монолога признания лирического героя. Условно его можно разделить на несколько частей. Пейзажная зарисовка, рассказ лирического героя о себе, признание в любви отчему краю. Формально произведение состоит из семи катренов. Жанр – пейзажная лирика. Стихотворение написано четырехстопным хореем, рифмовка перекрестная. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как метафоры. Зарыдали разливные бубенцы. Что за сани? Звоны мерзлые осин. Тот почти березки каждой ножку рад поцеловать. Ни одна лихая слава пропадала трынь травой. И эпитеты. Разливные бубенцы. Неприглядная дорога до любимая. Крестьянский сын. Чахленькая местность. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.